Сначала экзамен по правилам дорожного движения и только потом за руль. Три дня участники конкурса будут соревноваться в фигурном вождении в двух категориях. Автомобили грузоподъемностью до 5,5 и свыше 10 тонн. Разница есть, конечно, но она небольшая. Ну, все же габариты. Наверное, ребятам, которые на маленьких машинах ездят, все же труднее будет на больших. Может быть, на мой взгляд, нам-то проще будет на маленьких ездить. Площадка 100 на 150 метров, что вы сами понимаете. Ехать они здесь будут достаточно быстро. Это 8 упражнений, они все должны выполнить. Видите, тут стойки, бруски, они не должны ничего задеть. И они должны сделать это как можно быстрее. Умение управляться с большегрузом покажут полсотни водителей из Москвы и Питера, Татарстана и Башкортостана, Липецкой, Омской, Свердловской, Тамбовской и других областей. Многие водители неоднократны, участники этого конкурса и все упражнения знают наизусть. Начинается вперед заезд в бокс передом, задом, сбить стойку. Потом парковка задним ходом, тоннельные ворота, круг. Ну и, как всегда, все по графику, одно и то же. Нам еще добавили новое упражнение – перевозка крупных груз. То есть, ставится цилиндр с водой. Чем ты меньше расплескал, тем больше ты заработал хороших очков. В принципе, я ко всем готов. Ну, там борьба покажет. Водители покажут себя в экстремальных ситуациях, где от их мастерства зависят жизни и здоровье людей, качество и быстрота доставки грузов. Роль автомобильного транспорта, перевозок очень важна для экономики Российской Федерации, Донского края. И, наверное, единственный транспорт в России, который практически есть понятие такое – от двери до двери до этого, доставляет грузы. Победитель по сумме набранных баллов получит звание лучшего водителя грузовика страны и денежную премию в призовом фонде – миллион рублей. Евгения Слинкина, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону.